Доброе утро. Действительно собрались, наверное, те, кто действительно хочет узнать что-то новое про Agile. Меня на самом деле удивило, что не так много докладов про Agile на этой конференции. Либо все уже и так работают по Agile и никаких проблем ни у кого не вызывает, либо все считают, что это не нужно. С моей точки зрения это необходимость во фри-то-плей играх и без Agile методологии просто невозможно сделать фри-то-плей игру. Пару слов о себе. В далеком прошлом я когда-то был программистом, но уже больше 10 лет руковожу игровыми IT-компаниями, поэтому у меня есть очень много положительного и отрицательного опыта применения различных методологий, в том числе и Rational Unified Process, с которого там в 90-х годах начался, наверное, бум вот этих методологий. И в 2000 году появился Agile. Я его на самом деле не сразу принял. У меня было очень сильное сопротивление по поводу Agile, но через каких-то 5 лет я понял свою ошибку и призываю всех скорее понять и принять эту методологию, поскольку она сильно облегчит вам жизнь. Какие бывают проблемы? Ну такие я вот взял общие проблемы, очень-очень на верхнем уровне, которые может помочь вам решить Agile. Зачастую в проекте бывает не разобраться. То есть не разобраться даже тем, кто уже делал эту игру, что же говорить о тех людях, которые только в нее пришли, о новичках, потому что вся информация не структурирована, разбросана. Если этот проект делался больше, чем несколько месяцев, то, наверное, вы понимаете, о чем я говорю. Ну и, соответственно, в таком бардаке как можно сделать таким образом, чтобы стейкхолдеры были довольны. Это будет довольно сложно. Под стейкхолдерами я подразумеваю внутренних или внешних клиентов. То есть есть люди, которые хотят эту игру видеть, хотят получить за нее деньги. Вот будем называть их стейкхолдерами. Итак, что же нам предлагает Agile? Как я уже сказал, в 2000 году компания программистов собралась вместе в Америке и придумала некий Agile-манифест, так называемый. И вот основные принципы из него. В общем, все логично. Основной упор делается на здравый смысл. Говорится, что давайте мы не будем делать то, чего не нужно делать. Давайте будем делать то, что действительно нужно. Давайте будем договариваться, давайте будем общаться, давайте будем стремиться к тому, чтобы сделать продукт. И не будем думать всякими… Не будем заблуждаться на тему того, что полная документация, например, поможет нам сделать хорошую игру. Вовсе это не так. Вот здесь есть картинка, которая, в общем-то, описывает одну из подметодологий Agile, называемая Scrum. Она наиболее популярна, наверное, сейчас. Здесь ничего нового, в общем-то, я не показываю, но хочу обратить внимание, что по моему опыту, вот я общаюсь очень много с командами, мне тоже интересно, как кто применяет Scrum. И вот в разговоре, разговор обычно начинается так. Ну как, у вас Scrum работает? Да, работает. Ну а что, как часто вы делаете стендап? Ну раз в неделю. Ну то есть как можно говорить о том, что работает Scrum, если вот здесь написано, что через 24 часа должен быть следующий стендап? Если люди говорят, что они собираются обсудить, что они делали, что будут делать раз в неделю, то о каком Agile можно говорить? И, кстати, вот обратите внимание на последний квадратик. Тоже очень полезно прочитать и осознать, что там написано. То есть в конце каждой итерации у нас должен получаться потенциально, скажем, работоспособный, скажем это так, продукт. Или улучшение продукта. То есть если мы, например, делаем игру, то через, как говорит эта картинка, через 2-4 недели у нас должна быть готова уже игра. В принципе сложно понять, как можно за 2-4 недели сделать игру, которую можно выпустить в свет. Но если подумать, то не обязательно прямо ее делать паблик. То есть можно начать ее обкатывать уже внутри компании. То есть нужно сделать такую игру, в которую можно было уже играть внутри. И каждые следующие 2-4 недели выкатывать новый инкремент, который будет делать игру лучше. Ни в коем случае не делать ее недоделанной. Ни в коем случае не должно быть никаких багов. То есть это как маленький проект. 2-4 недели, проект заканчивается, начинается новый проект. В этом, собственно, вся идея скрама и agile. Разбивать на более мелкие части, разбивать большие проекты на более мелкие проекты. Есть еще один подход, называется LSD. Но это не то, о чем вы подумали. А Lean Software Development, который пришел к нам из Японии, из Toyota. Оригинальная методология называется Toyota Production System. И относилась она, конечно, раньше только к автомобилям, производству автомобилей. Но последние годы эта философия, она была адаптирована и под software development, и ничто не мешает ее также применять и на играх. В общем, на самом деле, конечно, есть очень много инструментов в Lean Software Development, так же, как и в Scrum, и в Extreme Programming. Но инструменты – это одно, а идеи, которые лежат в методологии, – это другое. И вот самое важное – понять именно эти идеи. То есть я даже сейчас так долго иду по этим слайдам и не говорю про конкретные инструменты, только потому, что хочу подчеркнуть, что очень важно понять именно идеи. Если вы начнете применять инструменты, очень большая вероятность, что они не сработают, потому что, ну, как если неандерталец дать ему iPhone, то есть что он с ним будет делать. Поэтому очень важно понять, зачем все это нужно. Я вот сейчас расскажу и поясню те семь пунктов, которые здесь представлены по Lean. Устранять потери. То есть под потерями подразумеваются накладные расходы, то есть waste. Противоположность waste является value. Тоже это не так просто понять тем людям, которые только начинают изучать agile и Lean. Например, очень сложно объяснить команде, что же такое value, что же такое waste. Поэтому здесь и может быть самая большая проблема. То есть дело не в том, какие инструменты как применять, а как правильно людям объяснить, что такое value, что такое waste. То есть value это то, за что нам конкретно платят деньги. Waste это то, за что не платят деньги. Ну вот, например, я привожу такой пример. Тестирование является value? Кто-то скажет? Кто-то считает, что тестирование это value? Правильно. Тестирование это не value, это waste. То есть за тестирование нам никто не платит. Нам платят за хорошую игру. То, что мы вынуждены ее тестировать, это как бы наши проблемы. Лучше делать игру сразу готовой, без багов, работоспособной, и тогда не нужно тратить время на тестирование. Я, конечно, рассказываю про идеалистичную картинку, но, по крайней мере, к этому можно стремиться. И так вот, за что же нам все-таки платят? Многие говорят, но мы же не выпускаем игру через 2-4 недели. Зачем нам, собственно, делать ее по agile, делать итерации? Давайте мы просто сделаем дисдок, месяц потратим на дисдок, потом 2 месяца на игру, выпустим игру, и потом уже будем делать итерации по agile. Это вовсе не так, потому что всегда есть заинтересованные стейкхолдеры, всегда есть клиенты, внутренние или внешние, это неважно, которые ожидают какой-то прогресс. То есть если вы им скажете, ну у нас есть дисдок, то, наверное, неопытный заказчик скажет, ну окей, наверное, это какой-то прогресс. Тем не менее, опытный игродел скажет, что дисдок, скорее всего, к концу игры изменится до неузнаваемости, если он вообще будет существовать. То есть игрок это тоже не value, sorry, дисдок это тоже не value. Дисдок это тоже потери. И, собственно, во время разработки, пока мы еще делаем промежуточные билды, и когда их ожидают стейкхолдеры и тестеры, мы все равно должны делать игру без багов и готовы к игре уже прямо сейчас. И, естественно, когда мы уже игру выпустим, игроки будут от нас ждать новых обновлений и будут, конечно, платить деньги, если они получат то, чего они ожидали. Самая, наверное, важная вещь в agile и, наверное, самый важный инструмент – это user story. Можно было бы провести отдельную лекцию, просто объясняя, что такое user story, и это заняло бы несколько часов. Поэтому не поленитесь. И вот если вы действительно хотите внедрить agile, изучите, почитайте книги, которые действительно описывают, что такое user story. Я просто приведу пару советов, как сделать действительно правильную user story. Ну, в общем, что такое user story. То есть, как следует из названия, это история игрока. История о том, как игрок играет в игру. Ну или о том, как юзер использует ваше приложение. И один из советов выглядит так. То есть, мы долго пытались понять, как же нам все-таки правильно писать user story, потому что все время хотелось написать что-нибудь типа меню метагейма, сделать меню метагейма. И что? А что игроку от этого? То есть, очень сложно сделать, сформулировать часть игры таким образом, чтобы она отражала то, ради чего мы ее делаем. То есть, ради игрока. Вот такой пример помогает. Формулируйте эту историю, как вот этот шаблончик, второй пункт. Я, как игрок, хотел бы… Дальше идет конкретное определение инструментария, которое вы хотите внедрить. Хотел бы стрелять из пушки, например. Таким образом, sold it, чтобы сбивать цветные шарики. То есть, очевидно, что первая и последняя часть, они могут быть опциональными. То есть, не нужно каждый раз писать, если у вас там сотни юзер стори, то не нужно писать каждый раз я, как игрок. То есть, если вы понимаете, что я как игрок, просто пишите, стреляйте с пушки по цветным шарикам. Кажется, что это как бы ерунда, но на самом деле, если вы не будете так делать, то вы скорее сделаете игру из функциональности. Вся функциональность будет готова, но играть в нее будет невозможно, потому что непонятно, собственно, что с этой функциональностью игрок должен делать, и как он должен делать, и зачем он должен делать. Вот следующая подсказка. Когда вы пишете юзер стори, старайтесь писать, как будто вы пишете help, помощь для игрока в игре. Типа, как приходит новый игрок, а вы ему объясняете, как играть в игру. Заходишь сначала сюда, потом сюда, выбираешь себе аватара, а дальше твоя задача выиграть вот у этого монстра. Ну, это на верхнем уровне. То есть потом каждую из этих больших сторий, которые мы можем называть эпиками, мы можем разбить на несколько юзер сторий. А, и вот еще для того, чтобы лучше понимать, что же нужно сделать, и как должна в итоге выглядеть готовая юзер стория, рекомендуется делать для нее три списка. Первый список – это conditions of satisfaction, второй acceptance criteria и task list. Конечно, в разных случаях по-разному бывает. То есть если это очень простая юзер стори, то может быть вообще для нее не надо ни одного списка делать. Но если она действительно сложна для понимания, сложна для понимания, то лучше описать ее тремя этими списками. Здесь тоже можно очень долго объяснять, что это такое, и чем conditional satisfaction отличается от acceptance criteria. В разных источниках, опять же, разные интерпретации. Но коротко так. Conditional satisfaction – это как бы разбиение, декомпозиция юзер стории на более мелкие юзер стории. Например, если вы поняли, что эта юзер стория очень большая, и на ее реализацию требуется больше, чем несколько дней, то ее надо разбивать. На что же ее разбивать? А вот как раз на те пункты, которые перечислены в conditions of satisfaction. То есть это потенциально… Каждый элемент списка является потенциально отдельной юзер стори. Acceptance criteria – это тесты, грубо говоря. То есть чем они отличаются от юзер стори? Это критерии, по которым, собственно, можно проверить, готова задача или не готова. Ну а task list – это то, что обычно нужно художникам и программистам, чтобы понять, что же им конкретно нарисовать и что же им конкретно запрограммировать. Вот здесь уже идут конкретные задачи. Именно программистские задачи, художественные задачи, дизайнерские, если нужно. И если вы… Ну, надеюсь, вы меня поймете. Обычно мы делаем все наоборот. Мы сначала говорим, а давайте я запрограммирую это, а я нарисую это. Ради чего мы не понимаем. Потом мы начинаем склеивать то, что мы напрограммировали, то, что мы нарисовали. Понимаем, что то, что нарисовали, совершенно не соотносится с тем, что запрограммировали. И вообще половину выбрасываем, а может, все выбрасываем. Всю игру закрываем. Еще один инструмент называется story map. Это тоже отдельная, может, не одна лекция. Это модель вашей игры. Это если вот отказаться, например, от дисдока, то от story map я бы не отказывался. То есть story map – это такой схематичный дисдок. И он состоит из юзер-сторис. Эти юзер-сторис выстроены особым образом. По горизонтали они идут в последовательности, в которой они будут возникать в игре. А по вертикали они идут в последовательности, в которой они будут реализованы. Программистами и художниками. Опять же, об этом можно почитать в интернете подробнее. Да, вот как я уже говорил, что когда вы пишете юзер-стори, нужно писать help. То есть story map, можно сказать, это такой схематичный help для вашей игры. То есть вы можете показать его игроку, и он должен все понять. Он должен прочитать и все понять, что будет в игре. Так, есть еще такой момент, что в нашей игре есть различные юзеры, различные роли или экторы, или персоны. И это не всегда только игрок. Вот, например, level designer. Если мы говорим про free-to-play игры, то после того, как игра выйдет, кто-то в нее должен добавлять апдейты, кто-то должен редактировать, кто-то добавлять графику и так далее. Поэтому я бы советовал думать и об таких людях, и сделать какой-то брейншторм, чтобы понять, кто еще будет пользоваться вашей игрой в будущем. Поскольку это не только игроки, нужно подумать, кто еще. И также может быть полезно, например, выделять как отдельную персону искусственный интеллект. Поскольку сложно написать user story, всегда опираясь только на experience игрока, иногда можно отойти от этих правил и описывать experience искусственного интеллекта. То есть, например, я как антагонист хочу убить игрока. Так, ну, давайте так. Поскольку времени осталось уже совсем немного, давайте его потратим на ваши вопросы. Если вас какая-то тема больше интересует, я расскажу подробнее. Спасибо, Иван. Вопросы? Какие в комнате сейчас используют Agile? Я расскажу вам в секунду. Здравствуйте. Здравствуйте. Я не увидел в таблицах по скраму, то есть мы пользуемся, мы тоже разрабатываем игры и пользуемся скрамом, не увидел такую вещь, как ретроспектива. То есть вот ваша модель не предусматривает самоулучшение после каждой итерации? Да, спасибо за вопрос. На самом деле, действительно, это важный момент. Сейчас я просто найду слайд, до которого я не дошел. Есть такое понятие каденции. Не знаю, как на русский язык переводится. В общем, это некий пульс вашей команды, который состоит из определенных событий. Эти события, назовем их митинги. Хотя сложно их назвать митингами, потому что под митингами все подразумевают какое-то бесформенное собрание, бесполезное, когда люди долго сидят и непонятно о чем говорят. Здесь конкретно мероприятия, которые нацелены на решение конкретных проблем. И вот их список. И вот примерно как в нашем случае мы их используем, как часто мы прибегаем к этим митингам. То есть стендап обязательно каждый день. Груминг – это, как следует из названия, это причесывание вашего продакт-бэклога. Ну или, например, как я показывал, стори-мэпа. Когда команда садится и смотрит на стори-мэп и выбрасывает оттуда все лишнее, добавляет, чего не хватает, делает поверхностную оценку того, что там находится и так далее. Пленнинг-митинг – это тот митинг, на котором непосредственно выбираются задачи для реализации, юзер-стори для реализации. На ближайшие несколько дней или на ближайшую неделю. Ну, это если вы работаете по канбану, по лину, если вы работаете по скраму, конечно, нужно выбирать на спринт. Демо-митинг – это митинг, на котором вся команда, опять же, присутствует, и представитель команды делает демонстрацию клиенту того, что было, собственно, сделано. Ну, это может быть внутренний клиент, это может быть сама команда. Очень важно посмотреть, что же вся команда сделала за неделю, например, чтобы понимать, к чему приводят наши труды. Не всегда это происходит. Ну и, конечно, вот последнее – это ретроспектива. Она происходит не очень часто, один раз в две или четыре недели, для того, чтобы команда училась на своих ошибках. То есть, опять же, существуют различные методы проведения этой ретроспективы. Мы уже миллион методов испробовали. Но суть такова, что каждый член команды рассказывает о том, что он считает, было хорошо в процессе. Не просто, ну, хорошо, что я пришел на работу. Все говорят, ну, ладно. То есть это, конечно, никак не продвигает команду. Нужно, чтобы люди действительно думали о том, что в процессе позволило им, например, сделать что-то лучше. И что вот это вот хорошее нужно стандартизировать. В ЛИН это называется кайдзен. То есть постоянное, постепенное усовершенствование. И также говорится о том, что было плохо, и что нужно устранить. И предлагаются какие-то идеи, что можно добавить, чего нам не хватает и так далее. Ответил на вопрос? Подскажите, а когда вы планируете спринт? Туда входит какое-то количество юзер-сторий, правильно? Да. Как вы сюда вставываете тестирование в этот спринт? Как что? Тестирование. Да, тестирование – интересная вещь. Поскольку мы делаем acceptance критерии, то наши тесты, они как бы уже входят в саму карточку, которая представляет собой юзер-сторий. Тестеры неимоверно счастливы, потому что им гораздо меньше работы. То есть тестирование у нас происходит, но тестирование занимает гораздо меньше времени, и багов находится гораздо меньше. Почему? Только потому, что люди, которые реализуют юзер-сторий, они не только понимают, что игрок должен делать, как он должен использовать то, что напишут программисты, например, но также они понимают, как приниматься будет это юзер-сторий, по каким критериям, что важно, что не важно. Мы не передаем в тестирование юзер-сторий, пока она не была проверена самими разработчиками по acceptance критериям. То есть когда QA-щик получает юзер-сторий, он обязательно ее проходит, но это занимает совсем немного времени, и скорее тестер делает какие-то неимоверные вещи, до которых программисты просто догадаться не могут. Вот как-то так. А когда у вас заканчивается спринт, и у вас, например, остается там еще 20 багов, что вы с ними делаете? Да, ну вот мы стараемся по спринтам не работать. Мы работаем по лину в канбане, и в канбане там каждая карточка, каждая, скажем так, юзер-стория, это и есть отдельный спринт. И мы ставим, то есть чтобы был таймбоксинг, мы просто на каждую карточку ставим дату, когда она должна завершиться, чтобы у команды была мотивация закончить ее вовремя. То есть мы вообще отказались от спринтов. У нас каждая юзер-стория – это отдельный спринт. И все равно вопрос остается, который вы задаете, но он имеет гораздо меньшее влияние. То есть да, если баги есть, конечно, время тратится, но команда уже заранее понимает, что баги какие-то будут, и когда делает оценку эта юзер-стория, они уже на баги фиксы закладывают определенное время. Конечно, требуется 10 раз сделать неправильно, чтобы потом сделать оценку правильно. Но тем не менее при таком подходе не остается таких хвостов, о которых вы говорите. То есть тестирование делается в процессе, распределяется между вот этими ключевыми точками? Да. Здравствуйте. Тарас Аркадиум. Я бы просто хотел подсказать вариант. На предыдущий вопрос девушка спрашивала. Если вы пользуетесь скрамом, есть такая вещь, возможно, вы используете, возможно, нет. Nice to have. То есть вы набираете юзер-стори и берете что-то себе, спринт nice to have. То есть получилось много багов. Nice to have не успеваем, без проблем. Не получилось, nice to have пару фич делаем, спокойно как бы. То есть делаем себе подушку безопасности. Мы это пробовали. В общем-то спасает. Да, вот я как раз согласен. Хочу продемонстрировать здесь на сторимэпе как раз есть, как видите, must have, should have, could have, would, like. Можно еще вопрос? Вы пользовались ли вы скрамом при разработке графики? Да, обязательно. Даже в первую очередь. То есть у вас художники все имеют универсальные скиллы? К сожалению, нет. Таких очень сложно найти, но мы стараемся, к этому идем постепенно. Вообще по поводу командной работы я могу отдельно сказать, это очень сложный вопрос. То есть ничего не заработает, если нет команды. Если есть маленький заводик, то на нем agile не заработает, потому что каждый закручивает отдельный винтик, и команды как таковой нет. Потому что я не знаю, зачем я этот винтик закручиваю. Мне сказали, я закрутил все, чего от меня еще хотите. Подход должен быть другой. Подход должен быть такой, что выбираются те люди, которые будут в команде. То есть, например, пусть это будет маленькая команда из трех человек. Но эти три человека, они друг с другом постоянно, каждый день общаются, и всегда знают, что происходит в проекте. То есть художник это, то есть должен быть, по крайней мере, лид художник, который умеет все и понимает все. То есть он может и немножко и 3D, и немножко и 2D, и так далее. И он по необходимости добавляет каких-то дополнительных художников, которые ему нужны для того, чтобы сделать работу, которую он не очень хорошо может сделать. Ну вот если момент, то есть разработка графики, это последовательный процесс. Сначала идет скетч, потом, например, 3D, потом еще какие-то этапы. До того, как сделан скетч, 3D-шник за него не возьмется, скажем так. Как, то есть у вас, например, там целая команда. Когда все планируется больше по Waterfall или все-таки вы пытаетесь как-то скрамом это все делать? Да, ну все-таки я считаю, что это зависит от игры, от типа игры. В нашем случае, например, мы очень много хогов делаем, adventure игр. 3D стадия есть, и скетч есть, и финализация, и прятание объектов. В принципе, это не высшая математика. В принципе, любой художник грамотный может изучить все эти этапы на достаточном для хорошего качества уровне. То есть, конечно, надо стремиться к тому, чтобы люди были более универсальными. Вот это у нас заложено, что разделение труда это единственный и лучший метод, наиболее эффективный. Вот это очень сложно, во-первых, объяснить людям, что это не так. Наверное, только в процессе работы они это могут понять. So, I want to make a statement, and I'd like to understand your reaction to it. So, it's having tried many different methodologies for managing fast iteration, the kind of fast iteration that's necessary for success in free-to-play games, I would go so far as to say if you're not using some kind of agile methodology in free-to-play games, you will fail. What do you think about that? Да, я согласен. Ну, конечно, agile – это очень широкое понятие. То есть это философия. И каждый может сказать, я использую agile, и с этим сложно будет поспорить, потому что он, может быть, изобрел свой личный метод agile. Главное, чтобы это не противоречило тем пунктам, которые были перечислены в начале, agile-манифесту. В принципе, я уверен, что и лин, лин – это не последняя методология agile, будут и другие. Ну, конечно, agile, да, само слово agile, то есть гибкий. Как можно быть негибким, живя в таком гибком мире, как free-to-play игры? Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ